Президент Казахстана Касым Жамар-Такаев опубликовал большую статью на казахском языке, который подверг жесткой критике высказывания думских депутатов, в частности Никонова, внука того самого Молотова, который подписывал пакт с Риббентропом и прочих, повторявших в декабре путинские тезисы о подарках русского народа республикам бывшего СССР, но уже применительно к территориям Северного Казахстана. Впрочем, Такаев не называл российских депутатов по имени, упомянув их как неких иностранцев. Президент Казахстана вспомнил и трагические времена Голодомора начала 20-х годов при советской власти, приведшего к гибели миллионов его соотечественников. Напомнил Такаев и о приближающемся 35-летии знаменитого декабрьского восстания 1986 года. Жил Таксана, когда наши сыновья и дочери, не боясь гнева Советского Союза, вышли на улицы, защищая честь нации. Тот самый случай, когда реакция Такаева заставила себя долго ждать. Прошел почти месяц после провокационных высказываний депутатов Госдумы. Все это время казахстанцы массово возмущались, требовали от своих чиновников жесткого ответа, но кроме ноты протеста МИДа ничего серьезного так и не последовало. И вот президент Казахстана наконец-то прокомментировал скандал, причем в свойственной ему манере, весьма дипломатично и не называя конкретных имен. Токаев заявил, что от кого-либо в подарок земли Казахстана не доставались, а таким провокационным действием, цитата, некоторых иностранных граждан надо противостоять. Правда, как именно, не уточнил. Кто бы что ни говорил, сейчас у нас есть признанные международным сообществом границы, закрепленные двусторонними соглашениями. Никто теперь не может оспорить их. Следует сдержанно проводить просветительскую работу, противостоять на официальном и общественном уровне провокационным действиям некоторых иностранных граждан, которые хотят забить клин добрососедские отношения и поставить под сомнение нашу территориальную целостность. Это лишь небольшой отрывок из статьи Токаева. Назвали ее весьма символично. Независимость дороже всего. В продолжении темы про территориальную целостность президент дал понять, что в ближайшее время северные регионы страны могут переименовать, дабы дальше таких провокаций не было. Но даже несмотря на это, высказывания российских депутатов все еще не дают покоя рядовым казахстанцам. Я как человек и гражданин Казахстана, я думаю, что наша земля останется за нами. В любом раскладе. И правительство для этого сделает все необходимые действия. Нифига себе. Казахстан наш. Весь северный Казахстан. Они же про север говорили, правильно? Про Петропавловск, типа, наш туда-сюда. Нет, Петропавловск наш. И Оренбург наш тоже. Надо было сказать им так же. Это мы вам Оренбург дали, а не вы нам. Северный Казахстан. Во-первых, я не думаю, что стоит противостоять, потому что всем, как говорится, рот не закроешь. Как были разговоры, так и будут разговоры. Я думаю, наши главы правительств между собой, наверное, провели какие-то разговоры на этот счет. А вот эксперты говорят, что без ответа оставлять такие заявления российских депутатов первые лица Казахстана не могли. Но с другой стороны, вступать в открытую конфронтацию с Кремлем Акурда тоже не может себе позволить. Как-никак главный партнер и сосед. Поэтому и Тукаев высказался об этом скандале очень аккуратно. Он как дипломат и как сам политик такого образца, он не открыто говорит вещи за именами. То есть понятно, что личная власть зависит от Кремля и не хотят там испортить отношения. Поэтому так комфортнее говорить о таких потенциальных угрозах, о внешних врагах. То есть такой стиль, так скажем, выражения официальной позиции. Казахстана просто не существовало. Северный Казахстан вообще не был заселен. Но казахи существовали. И так далее. Они существовали, да. Они существовали гораздо южнее. И собственно территория Казахстана это большой подарок со стороны России, Советского Союза там. Ну и так далее. Советский Союз, кто хочет создавать, у него мозгов вообще нет. Мы ушли давно от этого. Невозможно. Была марксистско-ленинская идеология, ее нет теперь единая. Была коммуническая партия, которая сковывала, ее теперь нет. Был единый экономический организм, его теперь нет. Вообще нет. И вообще новое поколение выросло, которое уже не помнит. Еще через 20 лет вообще не будет. Вот по улице пройдите, спросите у школьников, кто такой Ленин или Маркс. Ну и не надо, потому что новое поколение растет. Сегодня Россия оказалась одна на внешней территории, на внешнем мире, внешнем мире. И мы настолько одиноки, что даже те страны СНГ, которые, казалось бы, ну еще недавно были все ближе и ближе, все вроде бы складывалось, а теперь и они разлетаются по разным уголкам. Ну вот сегодняшнее сообщение о том, что и в Казахстане уже кирильца не будет, а будет... А это прям вот такой знак? Да, это знак. Это знак, я вам хочу сказать, это знак. Дело в том, что Казахстан одна из тех бывших республик, государств, где русский язык еще достаточно мощно властвует на территории этой страны. И переход от кириллицы на латынь, на латынский, на латынь, это, ну, это удар по русскому языку, по русскоязычному населению. Это абсолютная тенденция на переход на английский язык, а это не скрывается, что это будет английский язык вторым языком официальным в Казахстане. И это, конечно, тоже своеобразный отход, такой спокойный, без пощечины, но с плевком в нашу сторону. Мы сегодня оказались одни. Не только в Путине дело. Дело в том, что мы, имея всего лишь 2% в общемировой экономике своих усилий, ведем себя так, как будто у нас 22%. И вот здесь, мне кажется, самая большая ошибка и тех, кто у власти, и тех, кто активно поддерживает политические власти. Ну, и еще большая ошибка в том, что, конечно же, понимаете, это ужасные вещи, но страна, которая обладает мировыми запасами газа, обеспечивает свое население на 67% газа. В то время как самые другие, та же Белоруссия больше там газифицирует свое население за счет, опять же, России. Понимаете? Страна значительно меньше все-таки. Ну, это не важно. Это не важно. Меньше, но... Лучше меньше, да лучше. Да. Что касается перехода на кириллицу, точнее, перехода от кириллицы, вот смотрите, оговорка по Фреду, то, конечно, сразу стало как-то тревожно, потому что алфавит – это фундаментальная вещь не только народу, но и целой цивилизации. Поэтому фактически в переводе на русский язык уважаемый Нурсултан Назарбаев сказал, что к 2025 году Казахстан вот так вот пока ментально, пока через алфавит хотел бы перейти в другую цивилизацию. Это очень тревожное событие. Радостного в этом мало. Единственное, что год обозначен достаточно далекий – 2025-й, и у России есть определенное время, чтобы повлиять на это решение, чтобы оно было изменено, знаете, изменились обстоятельства. У Казахстана есть время для того, чтобы отменить это решение, потому что, конечно, это будет нас отдалять друг от друга. Руководство Казахстана пытается отстоять какие-то такие элементы особости, которые, может быть, даже надо изобрести специально, чтобы быть гарантированным в будущем от каких-то еще не высказанных, но гипотетических устремлений Российской Федерации. Ведь Казахстан, как и все другие страны СНГ, не признал возвращение Крыма, например, в Россию. Он был перепуган этим обстоятельством. У нас моментально пошли вопросы, а не желаете ли вы того же, скажем, в отношении северного, восточного Казахстана, населенного преимущественно русским населением. Акт, безусловно, недружественный для России. Государство Казахстан, вступающее с нами в различные содружества, хочет в языковом и культурном плане быть ближе к странам Запада. Для России Казахстан – это стратегический партнер и союзник. Наши взаимодействия носят многоплановый, как говорится, и всеобъемлющий характер, поступательно развивается по всем направлениям. Уверен, работая вместе, сообща, ориентируясь на устойчивое развитие национальных экономик двух стран и повышение уровня жизни наших граждан, мы, безусловно, добьемся успехов. И, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза. Субтитры создавал DimaTorzok